Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей этой пятницы в студии Марина Павлова. В Симферополе началось строительство соборной мечети Крыма. У нас уже есть четкое поручение руководителя проговорить, в том числе и с меценатами, и с благодарительными фондами. В принципе, мы уже понимаем, откуда взять источник финансирования. Тема размещения рекламных конструкций в Симферополе утверждена, но пока не вся. В нее вошло только 10 улиц. У нас всего 700 будет рекламных носителей в городе Симферополе. Я думаю, что это достаточно, поэтому там разбиты зоны. Радостное событие для всех мусульман Крыма. Спустя 15 лет ожидания в Симферополе приступили к строительству соборной мечети. Сегодня на месте будущего мусульманского храма состоялась торжественная церемония старта строительства, на которой присутствовали руководители республики и представители всех религиозных конфессий полуострова. Сегодня для мусульман Крыма двойной праздник. Дата строительства мечети выпала на второй день Курбан-Байрама. Закончились годы обещаний и ожиданий. Спустя 15 лет все же дан старт строительству соборной мечети в Симферополе. Будущий храм расположится на участке площадью 3 гектара. Комплекс будет состоять из основного здания, административного корпуса муфтията, гостевого домика, дома имама и мест для омовения. И, как рассказал архитектор проекта Идрис Юнусов, сама мечеть будет многоуровневым зданием. Здание состоит из нескольких уровней. В нижнем уровне расположены технические здания мечети, подземный зал для омовений, для мужчин 50 мест, для женщин 25 мест. Также в мужской стороне имеется лифт для подъема на верхний уровень. На уровне нуля здания в основном в зале намаз могут делать порядка полторы тысячи мужчин и на балконе порядка 900 женщин. С метаработ насчитывает не один миллион рублей. Дорогостоящий проект не удастся оплатить исключительно за счет бюджетных средств. Поэтому, как говорится, строить будут всем миром. К тому же строительство под личный контроль взял президент России Владимир Путин. Есть четкое поручение руководителя проговорить, в том числе и с меценатами, с благодарительными фондами. В принципе, мы уже понимаем, откуда взять источник финансирования. Строительство духовных сооружений станет символом развития и укрепления межконфессиональных отношений в многонациональном Крыму. В знак уважения на мероприятии присутствовали представители всех религий. И все они в один голос говорят. Главное совместное достижение – это мирное небо над полуостровом. Большим праздником для нас является то, что мы совместно с правительством, со всем духовенством Крыма добились того, что сегодня над нами мирное небо. И это самый большой дар нам от Бога. Есть нечто очень важное и значимое, что сближает всех нас, наши народы. Народы молитвы. А молитва – это всегда слово любви. Любви к Богу, любви к человеку. Ибо нет такой молитвы, которая бы разъединяла людей. Молитва – это всегда мир и созидание. Это мы все и должны сохранять. Планируется, что процесс строительства займет около трех лет, после чего соборная мечеть станет еще одним украшением Симферополя и Крыма. Юлия Козырь, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ Схема размещения рекламных конструкций в Симферополе разработана и утверждена. Правда, пока документ не полный. Рекламентируют дислокацию рекламных объектов только на 10 улицах Крымской столицы. Проголосовали и приняли ее сегодня депутаты городского совета на внеочередной сессии. Разработка схемы размещения рекламных конструкций стала делом затяжным. Сегодня представили документ, который определил 98 мест на 10 улицах, где могут быть размещены билбордные сети-лайты. Это стало возможным только при наличии проекта организации дорожного движения. В перспективе охватит еще 130 улиц Симферополя. Согласно ГОСТу 52044, все радиусы возможного неразмещения рекламных конструкций обозначены. Это знаки, светофоры, перекрестки. И выявляются вот такие красные зоны возможного размещения рекламных конструкций. После чего на эти данные зоны возможного размещения рекламных конструкций были нанесены сами рекламные конструкции. Вот вы их видите. Вот в таком варианте. Вот они дальше идут. Больше тысячи рекламных конструкций в Симферополе уже снесены. Впереди еще большая работа. Всего в крымской столице их было около 2500. Теперь будет не более 700. Реклама не просто была рекламой, чтобы она создавала, как бы вписывалась гармонично в город, чтобы она не препятствовала доступу, чтобы не закрывала здания и фасады. И поэтому, конечно, центральная часть максимально без рекламных носителей, условно центральная часть. И дальше на три зоны делится для того, чтобы действительно должна быть реклама, которая не будет навязчивой, которая будет гармонично сочетаться с городом. Далее начнется аукцион. Только так можно будет получить место под установку рекламной конструкции. Сформирует лоты, каждый до 10 объектов. Стоимость одного колеблется от 50 до 250 тысяч рублей. Но на этом траты не окончатся. Ежемесячная аренда сейчас устанавливается и составит она от 2 до 15 тысяч рублей за одну рекламную плоскость. Принятая схема – документ гибкий. В процессе он подлежит корректировке дополнения. Впрочем, первые предложения к изменению уже поступили сразу после принятия схемы. Просят исключить некоторые объекты. Это те сети-лайты, которые находятся у нас как раз-таки в зеленых насаждениях. Я предлагаю создать рабочую группу с включением туда депутатам Симферопольского городского совета, администрации, и изучить этот вопрос более досконально. Какое будет архитектурное решение данных рекламных конструкций, как это будет выглядеть. Некоторые депутаты не могут равнодушно смотреть, как массово спиливают деревья в крымской столице. Однако есть и другое мнение. В перспективе Симферополь хотят сделать города миллионникам. По мнению других депутатов, без расширения улиц и организации новых парковочных мест это невозможно. Спила деревьев в этом случае не избежать. Юлия Попович, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ. Крым продолжает интеграцию в правовое поле Российской Федерации. Очередной и весьма непростой этап этой работы усвоить и применить на практике закон о государственных закупках. Он важен как для заказчиков, так и для поставщиков с точки зрения организации закупочных процессов в госкомпаниях. По данным экспертов, закупки для нужд государства это 6 триллионов рублей ежегодно, которые из бюджета напрямую направляются в экономику страны. Со следующего года крымские госкомпании должны будут разработать свои положения о закупках, опубликовать планы закупок и извещения о проведении торгов. Как эффективно применять на практике законодательные нормы, республиканским чиновникам поясняют коллеги с материка. Сегодня прошла большая совместная конференция, на которой ее участники и обсудили наиболее важные вопросы. Мы инициировали это вместе с правительством Москвы. Москва из регионов, наверное, один из лучших в части правоприменительной практики нового закона о государственных закупках. И здесь цель конференции передать опыт, подсказать контролерам, заказчикам какие-то основные моменты с тем, чтобы уже сегодня начали готовить кадры, которые с 1 января следующего года будут на практике применять этот закон. Опыт наших коллег, он даст нам возможность не наступать на те же грабли или избегать тех ошибок, которые уже прошли другие субъекты Российской Федерации, прежде всего Москва. Поэтому наши коллеги поделятся с нами своим лучшим опытом. Мы постараемся взять только хорошее от этого, от этого общения, от этой работы. И, конечно, у нас есть огромное желание и стремление сразу же начать с чистого листа, но уже с положительных результатов в этой сфере. Смотрите в продолжение выпуска. Более трех тысяч среднеразовых доз опия обнаружили полицейские в салоне иномарки под Симферополем. Он, правда, утверждает, что этот опий ему не принадлежит, что его попросили перевезти этот пакет в один из населенных пунктов. Самый болезненный вопрос для симферопольцев – земельный. Чаще всего именно его жители готовы обсуждать с прокурором. Надо делать все по закону, пока никаких проблем не появится. В автомобиле на автотрассе под Симферополем в районе села Чистенькое нашли крупную партию наркотиков – 1100 полиэтиленовых свертков сопи, то есть уже расфасованных для мелкооптовой розничной продажи. Каждый из свертков был аккуратно перевязан нитью. Как пояснил задержанный водитель иномарки, пакет со всем содержимым его попросили перевезти в один из населенных пунктов полуострова. – Поясни, что здесь в пакете? Что в этих тагетиках? – Не знаю, мы попросили положить под стелу. – Не понял? – Под стелу попросили там. Подошли и так зали. – Сейчас возбуждено уже уголовное дело в отношении этого мужчины. Он, правда, утверждает, что этот опи ему не принадлежит, что его попросили перевезти этот пакет в один из населенных пунктов Республики Крым. Но, так или иначе, сотрудники наркоконтроля уже располагают сведениями о том, что он был ранее причастен к незаконным операциям с наркотиками. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. По отзывам экспертов-криминалистов, изъятый наркотик имеет высокую концентрацию. Его общий объем составляет примерно 3300 среднеразовых доз. По ценам черного рынка это не менее 2 миллионов рублей. Сейчас в отношении мужчины избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Геннадий Бахарев совместно с прокурором Симферополя провели прием граждан. Встреча состоялась в здании горадминистрации. Каждый горожанин наедине с комиссией вопрос обсуждается индивидуально. Попав на такой прием, вероятность того, что проблема решится, возрастает. Должностные лица по разным направлениям моментально дадут совет, куда нужно обратиться, какие документы подготовить. На прием к прокурору попасть просто. Он или его заместители принимают каждый день с 10 утра до 6 вечера. Нужно всего лишь позвонить и записаться на прием. Вопросов у горожан сейчас много и они разные. Но топовый, который звучит и в прокуратуре, и в горадминистрации, земельный. Обращается очень много людей. В неделю, я думаю, не меньше 50. Самый яркий вопрос для Крыма, наверное, это земельные вопросы, это споры между гражданами. Но есть масса других, это как жалобы на действия или бездействия правоохранительных органов, жалобы на действия органов местного самоуправления и контролирующих органов. Например, без прокурора вопрос с девушкой, которая была, я бы писал запрос, обращался, принять меры прокурорского реагирования. А тут сразу записали, будет проверка, просто вопрос, у вас ответ сразу. То есть уже приглашена, будет сразу проверка. А так бы мы в неделю потеряла бы она, может быть, что эффективно. Дружба между Симферополем и Санкт-Петербургом продолжит укрепляться во всех направлениях, в том числе и в сфере образования. Совместный экологический форум школьников двух столиц прошел в Симферопольской академической гимназии. Кроме того, ребята высадили порядка 70 молодых деревьев, основав таким образом аллею дружбы двух городов. Принять участие в церемонии торжественного открытия и высадке аллеи дружбы между Симферополем и Санкт-Петербургом приехал и председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев. Дружба с Питером для Симферополя особенно важна, интересна и плодотворна, а главное укрепляет ее с обеих сторон. Сегодня наладились уже, я считаю, что прекрасные отношения, тем более здесь планируется открываться представительство Санкт-Петербурга. Сегодня администрация занята поиском помещения для того, чтобы был постоянный представитель. В Санкт-Петербурге уже есть представитель города Симферополя, и там предоставили нам выставочные площади, на которых могут участвовать все крымчане. Саженцы молодых деревьев, липы, любящие мягкий и теплый крымский климат. Условия для роста и развития практически идеальны, поэтому им на дерево выбрали как знак растущих и крепнущих отношений между школьниками двух городов. Мы приехали по приглашению управления образованием и мэра Симферополя на межрегиональный форум, экологический форум. И вот сейчас будем участвовать в высадке аллеи из лип. Говорят, что это растение очень хорошо приживается в вашем климате. В акции ребята, как наши симферопольские школьники, так и гости из северной столицы, участвуют с интересом и удовольствием. Для всех это своего рода новое испытание и, безусловно, положительный опыт нового общения. Мы приехали в этот город, мы еще ничего толком не знаем. Ну, выступим, надеюсь, хорошо, все будет у нас нормально. А что сейчас происходит? Сейчас мы хотим дерево посадить, я думаю, в знак нашей дружбы между нашими городами и школами. Для нас это очень важно, потому что мы создаем наши дружеские связи с нашими гостями. Это все очень интересно, так как у нас будут друзья из Питера, тоже это интересно. Мы в будущем году поедем к ним в гости. Нас пригласили на праздник Аллы Паруса. Надеемся, что мы на него попадем, так как это грандиозное событие. Именно такие акции, как нынешний экологический форум двух школ, опытные педагоги в конечном итоге рассчитывают использовать как главный стимул к учебе ребят. Самое главное – это формирование мотивации обучения. И разные формы сотрудничества, они, конечно же, формируют такой, воспитывают соревновательный дух и воспитывают дружелюбные такие отношения. Поэтому наша задача сегодняшнего межрегионального экологического форума – провести такие мероприятия, которые бы сдружили наших школьников, которые бы стимулировали их к обучению. Совместный форум сельферопольских и петербургских школьников продлится до будущей недели. Ребята представят свои доклады на самые разнообразные темы, поделятся опытом и накопленными за учебный год знаниями. Егор Петрунин, Роман Ананев, Служба новостей ТВ. 27 сентября пройдет День благотворительности и милосердия «Белый цветок». На Ялтинской набережной участники и организаторы проведут флеш-моб под названием «Добрый Крым». А также будут работать стилизованные торговые точки и мастер-классы от крымских художников, артистов и музыкантов. Впервые День белого цветка прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе Николая II. Тогда император тратил немало собственных средств на дела милосердия и сам же принимал в них участие. К слову, такой праздник был посвящен сбору средств на лечение больных туберкулезом, а также для проведения профилактических мероприятий. Возрождение всенародной акции «Белый цветок» в России начался в 2011 году. Всего за несколько лет была создана единая программа подготовки масштабной благотворительной акции, в которой традиционно участвует все крымское руководство и общественность. Все маленькими шажками, любыми разными путями присоединяются. Кто-то средства просто дал, кто-то ткань купил, кто-то краски, кто-то ребята выйдут, студенты будут аквариум рисовать, чтобы украсить наш праздник. Пожилые инвалиды, регулярно посещающие крымские центры социальных услуг, уже приготовили более 3000 символов акции «Белых цветков» и еще множество различных изделий. Вырученные деньги на аукционе разделят на 7 частей. В равных долях они попадут к детям, срочно нуждающимся в лечении. Вот эта икона сделана руками наших инвалидов. Применены техники, которыми никогда никто в Крыму, собственно говоря, не пользовался для такой вида работ. Конечно же, это икона с благословения, это икона неувидаемый цветок. Наши инвалиды в эту работу, это действительно достаточно серьезная работа, они представляют на аукцион для того, чтобы средства, вырученные от ее продажи, пошли в помощь этим детям. Крыму завершился первый фестиваль семейного и православного фильма «Святой Владимир». Из более чем 30 фильмов, вошедших в конкурсную программу, членам жюри предстояло отобрать лучшие. Среди победителей фильм о нем Сергея Жигунова. Полнометражная лента «Возвращение домой», коллективная работа сразу нескольких режиссеров. Приятно удивила жюри работы документалистов телеканала «Россия», участие в которой принял известный режиссер и киноактер Федор Бондарчук. Президент фестиваля Алена Иваниченко уверена, уже на будущий год фестиваль «Святой Владимир-2» соберет гораздо большую аудиторию. В рамках нашего фестиваля проходила акция телеканала «Россия» для Черноморского флота. То есть лучшие фильмы, созданные документалистами ВГТРК, они будут потом переданы для показа в кораблях и частях Черноморского флота. И среди этих работ оказались настолько крепкие и мощные, что невозможно было, я думаю, для жюри отдать, не учесть, не отдать им какой-то приоритет. И сразу два фильма Сергея Борилева «Тайна трех океанов», интересная очень история, и «Русское трое» стали лауреатами фестиваля. Таким увидели этот день наши журналисты. Спасибо, что были вместе с нами. Желаю вам хороших выходных прямо сейчас. Не пропустите новости спорта, их подготовил Тарас Брезицкий. Севастопольская команда «Летучий голландец» потерпела разгромное поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Ассоциации регби-лик клубов России. На домашнем поле стадиона «Металист» севастопольцы уступили пермскому «Витязю». Я доволен, как они сыграли в защите, но нужно понимать, что недостаток игрового опыта, он сказывается. И этого нельзя сказать о команде пермяков. Как раз за счет опыта они и выходят вперед. То есть команда имеет в своем активе достаточно много участия в соревновании. Гости владели игровым преимуществом на протяжении всего времени матча. В итоге они одержали победу с впечатляющим результатом 12-94. Севастопольцы на столь высоком уровне играли впервые. Выйти в четвертьфинал Ассоциации им помогла победа во внутреннем чемпионате Крыма и Севастополя. К тому же к тренировкам в формате регби-13 или регби-лик игроки из города-героя приступили лишь в этом году. Почему-то мяч в руках все плохо держат. В основном мячи все выпадают из рук. Я не знаю, в чем дело. Потому что мяч скользкий, руки скользкие. Может быть разные причины. В основном проигрываем из-за того, что у нас есть дырки. То есть мы не стоим четкой линией. Севастопольцы не акцентируют внимание на неудачном дебюте. В их планах отточить игровое мастерство и командное взаимодействие. А для этого в ноябре они проведут внутреннее первенство города. Парек-белик. Шесть медалей завоевали крымчане на первом розыгрыше Кубка России по всестилевому карате. Соревнование завершилось в поселке Витязево Краснодарского края. В различных видах программы представители республики Крым стали обладателями четырех золотых и двух серебряных медалей. Валерий Свиденюк стал чемпионом в разделе Кота Ренгакай, а в программе Двоеборья вторым. Дарья Киселевская оказалась лучшей в разделе полноконтактного Кумите. Вице-чемпионкой в этом же разделе стала Ирина Новосад. Ну а главной героиней Кубка оказалась лидер сборной Крыма и участница мировых соревнований в составе команды России Наталья Царева. Спортсменка оказалась сильнейшей сразу в двух видах Кота и Двоеборья. Отметим, Царева стала героиней дебютного для себя чемпионата России, на котором она выиграла чемпионские награды во всех видах программы. Затем Наталья поучаствовала в чемпионате Европы в составе сборной России, где заняла третье место.